Дамы и господа, мальчики и девочки, приготовьтесь, приготовьтесь к ночным приключениям на кладбище. Во-первых, мы поговорим с этим молодым человеком, который здесь, судя по всему, гробовщик. Да, у тебя тут дело какое-то? Или просто любишь гулять по могилкам? Да ты что? Что во имя мировых происходних здесь происходит? Я требую ответов. Не знаю, о чем ты вообще. Я ничего плохого не делаю. Я просто кладбищенский сторож. И это не преступление. Не стоит шутить со мной, Сэтл. Мы тут нашли парня, которого похоронили заживо. Я вкопаю тебя в одну из твоих могил. О, что-то мне это не нравится. Ничего такого не делал. Почти ничего. Он бы убил меня, если бы я не помог. Расскажи мне все о человеке, которого похоронили живьем. Немедленно. Я ничего не знаю. Я только даю им закопать, что они хотят, пока сам ухаживаю за могилами. Это все тот мужик в красном. Он точно. Он платит мне золотом, чтобы я отвернулся. Это он тебе нужен. Сэтл, где он теперь? Говори. Я не знаю, где он живет, но он приходит сюда. Слышь, я тебе помогу. Кажется, я пару раз видел его в районе моста. Я хорошо тебе помог. Ты же никому не скажешь, а? Да. Угу. Можно сдать его стражи, наверное. Угу. Но убивать его просто тоже, наверное, плохой поступок будет. Жалкое создание. Беги далеко, очень далеко и не вздумай возвращаться. Нет, надо бежать, надо сматываться. Кричит Сэтл и действительно убегает. А мы открываем первую же попавшуюся гробницу и будем их потихоньку исследовать. Я не помню, где задание Коргана, поэтому нам придется зайти в них все. И перед этим мы будем трусливо сохраняться. Кстати, неплохо было бы отдохнуть, чтобы Викония могла все свои заклинания обновить. Потому что пока что у нее только жалкий поиск ловушек есть. Вот. Но я думаю, в первую гробницу мы зайдем. Посмотрим, что нас там ждет. А если еще выйдем. Доверие у дел дураков. Мертвых дураков, говорит Викония. Если еще, мы выйдем просто. Потому что я вот не помню, что и где и как на этом кладбище. Так. Тут у нас скелет воин, мумия и мумия. Слушайте, я уже хочу выйти на самом деле, потому что это серьезные противники. Уже хочу... Давай на них что кастовать? Кастуем, наверное, жуков наших. Корган будет сейчас танковать. Корган, впадать тебе в берсерк? Это я думаю, наверное, да. Да, впадаешь в берсерка. Здесь джухера кастуешь. Что ты на них такого можешь полезного кастануть? Это не сработает. Излечение от болезней есть. Есть такие обычные жуки. Вызов насекомых. Ихил у тебя есть. Исцеление есть. Давай, наверное, по мумии яд может не пройти. Просто жуков кастуешь. Есть фаербол у нас. Но фаербол здесь может наших задеть. Поэтому какая магия здесь могла бы помочь. Ускорение могло бы помочь. Общее, вот так. Викония. Изгнание нежити. Только так. Есть защитный круг. Есть удержание, правда. Давай просто будешь изгонять. Просто будешь изгонять. Ишима, стреляешь вот в мумию, наверное, на вскидку. И как-то так. Как-то так. Викония. Только я тебя прошу. Викония оружие, говорит, не работает. Твоя задача их изгонять. Изгонять, а не... А не это. Вот уже изгнание пошло, кажется. Полетели... Полетели наши жуки. И... Что, Джош? Сражаешься с мумией, наверное. Мумия без повреждений. Корган бафнул себя. И тоже сражаешься. А вы стреляете, не знаю. Давай по вот этой мумии. Викония, изгоняй их. Изгнание плохо работает. Мы все ускорены, но пока что никаких негативных эффектов нет. Что-то тут не так. Изгнание прошло. Эта мумия испугалась. Хорошо, Викония. Продолжай изгонять. Считай свою молитву. Мы их рубим потихоньку. Джош, попрошу взять скимитар и сражаться в рукопашном бою. Джохера, засчитала. Сражаться тоже можешь теперь сражаться в рукопашном. Оружие не действует, говорит Яшима. На мумию не действуют обычные стрелы. Ну, давай огнем. Зажжешь огонь в ее глазах, наверное. Потому что мумия должна хорошо гореть. Мумия серьезные раны. В тяжелые раны стреляй. Магия, может, пойдет по мумиям. Как вы думаете? Я думаю, кислотную стрелу можно определить куда-то сюда. Мумия пугается. Изгнание нежики неплохо работает. Хорошо. У меня пришлось выключить ИИ, потому что не работает. Оно не работает у Викони. Если включено ИИ, и ей сжать изгнание нежити, она начинает просто атаковать. Наверное, нужно сценарий ей выбрать лирический. Но нет, мы и так справимся. Все законтролим сами. Скелета воина разбираем. Он очень плотный. Джохера... Коргана убивают. Корган, выпить бутылку и отступить. Незамедлительно. Скелет идет за тобой. Ну, ты тогда отступи вот так, вот так, как-то так подкайте. Коргана сильно пробивают уже. Корган, что на тебе за действие? В ярости он и в спешке. Корган, пей бутылку. Потому что иначе никак. Так, вторая мумия пугается. Коргана мы отводим. Скелет очень плотный. При смерти уже. Слушайте, надо, наверное, его добивать магией уже. Давай, налия по нему за сандаль хорошенько. Да? Корган, сколько хп осталось? 50 из 100. Нормально. Все атакуем теперь мумию. Ловушки могут быть. Нельзя так набегать. Говорит Викония. Викония, давай сюда. Мумия готова. Хорошо. По 3000 опыта. Викония, поиск ловушек работает? Работает. И здесь склеп у нас невероятный. Ну, Викония, давайте теперь всеми силами будем лечить Коргана. Первая схватка с нежитью прошла неплохо. Только что Коргана сильно пробили, он теперь будет уставший. Он теперь будет уставший. Хилим его сначала мелкими заклинаниями. Наверное, надо будет сейчас его хилить более серьезными. Потому что 100 хп отхилить тяжеловато. А ну-ка, Яшима, проверь. При скелете был невероятный меч и шлем какой-то, да? Шлем можно вот этот передать Виконии, чтобы она была более устрашающая. А вот этот инфрозрение шлем можно будет продать. Викония получает серьезный шлем. Или этот шлем передать на самом деле Коргану. Корган, одеть-ка ты вот этот шлем Дувакина, да? Викония оденешь обычный. И тот шлем тем более потяжелее был. Да, сколько он весил? Два. А вот этот обычный шлем весил тоже два. Но почему-то Викония сейчас не перегружена. Хотя была перегружена. Яшима нашел меч. Что здесь еще? Золото, свиток опознания. Возможно, это сейчас нам поможет. Драгоценные камни командиру. Так, драгоценные камни в сумку для драгоценностей. И берешь свиток, берешь свиток опознания. Что там такое произошло? А, устал Корган устал. У Коргана сейчас параметры будут понижены, наверное. Усталость у него. Ну, теперь будешь отдыхать. Пока твой берсерк не обновится, не откатится. Хорошо. Ну, это такой легенький склепик. Давай это сюда. Этот меч давай тоже. Нали, нали. Опознай его с помощью заклинания. Это всего лишь двуручный меч плюс один. Можешь его нести? Можешь. Возможно, мы не перегружены, пока мы поддействуем спешкой. Кстати, Джахера перегружена сильно. Возможно, спешка нам добавляет немножко... Немножко это... Больше тут ничего нету. Ну, первых разобрали. Джахеру надо бы еще подхилить. Хорошо. Надо здесь основательно все проверить на этом кладбище. Невероятно. Здесь еще склеп. Вот здесь еще склеп. Наверное, в этот следующий будем заходить. Но только надо вылечить... Полностью вылечить... Коргана. Очевидно. На, давай общий хил. Читани. Здесь мы еще его подлечим. И викония. Есть еще заклинание. Есть еще заклинание. Давай, лечи тоже Коргана. Мы... Закончилось у нас действие спешки. Так. Ну, Коргана практически захилили. И Корган... У Коргана ушла усталость. Он опять сможет себя... Берсерка ввести. Здесь у нас прощали же. Заклинание еще, в принципе, есть. Но надо было бы отдохнуть. Прежде чем выходить туда, чтобы викония свои... Свои могла клирические использовать. Мы поднялись, тем не менее, на какой-то верхний этаж. В этом склепе. Здесь больше ничего нету. Угу. Просто подъем какой-то. Ну, допустим. Допустим, спускаемся опять вниз. Так, а там... Там проход, да. Ничего, ничего не давал. Хорошо, но здесь еще есть куча склепов, которые нужно ограбить обязательно. Потому что настоящие искатели приключения должны не убояться зла и нежити. И вот мы входим в такой один из таких. Поиск ловушек работает в виконии, но я боюсь, что сейчас, как только мы сюда залезем, что-то вылезет. В виконии они находят ловушки. Ну, давай, командир, вскрывай. Закрыто тут. Говорит. Ну, Яшима, наступило твое время. Главное, чтобы лич не вылез. Яшима говорит, что не могу я тут вскрыть дверь. А у тебя есть стук? У тебя есть один стук. Используй стук. Нам надо вора заменить. Или Яшима нужно уровень получить. Здесь всего лишь кровавый камень. И больше ничего в этом склепе нету. Ну, хорошо. Тоже неплохо. Тоже неплохо. 11 тысяч у нас. И мы должны будем копить теперь на новый артефакт. Или копить 15 тысяч на... А здесь еще проход. Копить 15 тысяч для Бодхи, которая убежала. Здесь так и не сказала, кто она и что. Или копить 20 тысяч для... Для воров. Для воров. Но это мы еще успеем накопить, потому что мы сначала должны выполнить все задания. Заходим в следующий проход. Следующий склеп. Заходим. И что нам тут преподнесут? Давайте посмотрим. Нам тут преподносят сразу. Оп. Угу. Гробница окружает жутковатая тишина, но у вас такое чувство, будто за вами наблюдают. Лучше поостеречься. Ловушки опасности сокрыты в этих гробницах. Каждый ваш шаг может стать последним. Информацию к сведению принял, говорит командир. И поиск ловушек незамедлительно читает. Джохира его тоже читает. И мы, наверное, призовем тут даже лесных существ. Сразу находим ловушку. Сразу призываем лесных существ. Яшима в тени. И пошел обезвреживать ловушку. Пошел обезвреживать ловушку. ИИ у нас выключено. Лесные существа никуда не идут. А Яшима пытается ее обезвредить. У Яшима это получается. Впереди паук. Угу. Что, Яшима, отступим. Мы тут все должны перегруппироваться вот таким вот образом. Волк атакует паука. Все атакуем паука. Тратим огненные стрелы. Не экономим. Впереди еще паук. Паук-мечник. Но вырываться вперед нельзя. Почему? Потому что могут быть еще ловушки. Пусть он первый идет. Он ускорен, кстати. Угу. Впереди еще пауки. Куча пауков. Фаербол бы туда хотелось бы засандалить. Можно это организовать каким-то вот таким вот волшебным образом. Из жезла даже. Коргана пробили. На. Фаербол полетел. Паука задел. Корган сильно пробили тебя. Да так нормально. Надо тебе возвращать нормальный, этот, нормальный, нормальный доспех. Потому что ты все-таки, угу. Хотя ты с большим щитом. Странно. Фазовый паук еще телепортируется сюда. Но это ничего страшного. Мы этих пауков уже разбирали. Главное, чтобы тут не полетела паучья ловушка. Коргана отравили. Ничего страшного. Джош имеет свойство замедлить яд. Чик. И все. И Корган оттоп. Волк бежит вперед. Поиск ловушек работает. Правый чертов двор все сделает. Корган, не надо беспокоиться. Поиск ловушек продолжает работать. Волк идет в разведку. Угу. Заклинаний мало уже остается. Хила. У Викони остаются только атакующие заклинания. Еще вызов насекомых у нас есть. Есть блесс обычный. Я бы его зачитал. Вызов нимфы есть. Есть большой хил. Давай его незамедлительно используем. Джохера, два шага вперед. И смотрим, что у нас тут. Волк идет вперед. Яшима идет тоже вперед, чтобы обезвреживать ловушки. Коргана захилили. Этого мало на самом деле. Этого мало. Это здесь у нас какие-то хитросплетения. Потому что растут пауки были. Вот эта штука похожа, как будто она вообще из паутины выплена. Давайте мы сохранимся, трусливок. Потому что действительно страшно. Имеет смысл, наверное, сейчас передать Коргану кольцо регена. Кольцо регенерации, да? Кольцо влияния на людей? Чтоб Корган сам себя лечил. Регенерировал потихоньку. Так. И волк идет вперед. В своих воспоминаниях я проплываю по такому же месту, как это. Крайне неприятные воспоминания, говорит Викония. Викония, давай-ка по два шага тут двигаемся. У нас ускорения уже нет, чтобы убежать. Видим хитросплетение, как будто огромная паутина, чтобы тут не было какого-то босса паука. Вот это очень страшно. Волк идет вперед, поиск ловушек все еще работает. Все еще работает. Мы аккуратно должны продвигаться. Мы не должны никуда спешить. Потому что ловушки могут быть. Еще один у нас паук-мечник. Атаковать его или нет? Фаербол туда хочется еще определить. Пожертвовать волком. Волк как себя чувствует? И крупный волк, тяжелые раны. Не экономит. Фаербол, кинь его сюда. Ага, этеркапы еще пошли. Фаербол хорошо прошел, потому что этеркапы могут травить нас. Могут травить. Сражаемся с пауками. Паук-мечник, тяжелые раны. Коргана пробивают два раза. Паук-мечник готов. Надо этеркапа вырубать, наверное. Ребята. Корган вперед на первый ряд. Второй этеркап бежит уже на налию. Вот это плохо. Викония. Попрошу удержать молодого человека от таких поспешных решений. А здесь попрошу что сделать? Хаотические приказы или встан его? Попробуем его встан. Чик полетел встан. Хорошо. Виконию атакует. Надо прикрыть ее незамедлительно. Яшима взять катану и атаковать. Жокейра. Прикрыть Виконию, пока она читает заклинание удержания. Удержание не срабатывает. Почему? Потому что набросает этеркап очевидно спас бросок. Виконию пробивает. Викония отступает. Джош сражается с этеркапом. Никто не ранен. Джош ранен на самом деле. А вы все сражаетесь вот так. Этеркап как-то чувствует серьезные раны. Викония, а ну-ка этеркапа в сон попрошу. Или паука. Чик в сон. Но только на один раунд получилось. Хорошо, Викония. Давай этеркапа в сон. Чтобы он тут Джоша не убил. Крики невероятные. Сражение с пауками и паучьими прислужниками. Перегруппироваться. Вот здесь перестроиться. Справились кое-как. Корган регенит. И Джош хочет себе вернуть уже кольцо на самом деле обратно. Потому что Джош перестал регенить. Надо отдыхать судя по всему. Потому что лечебных заклинаний уже становится очень мало. Вызываю нимфу. Впереди какой-то вход. Что на карте написано? Ничего. Выход на поверхность написано. Называю нимфу. Сейчас нимфа будет всех хилить. Нимфа кастует свое заклинание. Своё заклинание. И нимфа пойдет вперед. Корган практически зарегенил. И Корган передает кольцо обратно командиру. Чтобы командир теперь регенил. Вот как-то так мы действуем. Нимфа идет вперед. Что, будем сюда заходить-то? Наверное, будем. Наверное, будем. Но только надо, чтобы поиск ловушек работает. Работает. Отлично. Еще видим какой-то проход. Тут даже врата какие-то. Сюда нам надо. Я просто знаю. Южная гробница в открытой пещере. Старая, как черт. Ага. Кричит на все подземелье Корган. Корган. Нельзя так орать на все подземелье. Корган говорит, что нам в южную гробницу. Но мы еще в северную хотим сходить. Ой-ой-ой. Куча пауков. Спавнится. Паук-мечник. Призрачный паук. Ну, надо их атаковать. Сейчас они могут пробить. Давай-ка, Викония, их в сон, пожалуйста. Как-то так. Чик этот заснул. Атакуем вот этого. Яшима отступить. Перетлючиться на стрелы. Этот телепортировался. Отвожу магов. И маги, наверное, будут сейчас, да, стрелять. Стрелять вот так. Викония, что сделать с пауками? Ничего. Главное, смотри, чтобы он не телепортировался прямо на тебя. У тебя есть молот против великанов. Здесь вы вполне себе расправитесь с этим пауком. Жош. Вызывать что-то или нет? Давай Рок в него, чтобы он плохо броски бросал. А магов отвожу из стрелков. Так, Рок полетел. Все, эти пауки готовы. Вот этого уничтожаем. Паука-мечника. Угу. В ряду не пробили, не пробили. Но как они тут отспаунились, так здоровски. Очень это интересный момент. Перед тем, как туда захотеть бафаться, я думаю, да. Я думаю, даже используя кожу кору, наложить, например, на Налию. Или Налия может свою собственную использовать? Налия использует свою собственную. Ты наложи кожу кору на Коргана. Угу. У Джохеры полезных нету. Здесь у нас что есть? Доспехи и Блесс есть. Давай легкий Блесс. Защитную гармонию считать. Защиту от огня считания. На Коргана, например. Чтобы можно было его вперед посылать. И в Берсерке и Фаербол по нему бросать. Блесс прошел. Песни не хватает. Песни не хватает. Песни в иконе. Надо тебе сразу, пока я не забыл, запомнить. Запомнить. На втором уровне она, да? А у тебя она есть? У тебя есть она с поиском ловушек. Одно удержание забери. Песни оставь. Два Сайланса у тебя. А нам бы еще одного клирика в группу. Ну, чего нет, того нет. Джош, что еще зачитать? Праведную силу давай вот эту. Викония, у тебя есть, кстати, обилки какие-то? Нету. Но у тебя есть кольцо невидимости, которое раз в день используется. Давай ты его и используешь на самом деле. Надо не забывать пользоваться предметами. А еще амулет щит у тебя есть. Но его надо передать на самом деле магам, наверное. Щит, Викония. Использовала доспех. Теперь класс брони у тебя там вообще какой-то невероятный. Да? Не, минус один. Амулет действительно надо передать дохлому магу. Сохраняемся трусливо. И заходим. Заходим в северную гробницу. Посмотрим, что тут нам противопоставят. Легкие бафы на нас накинуты. Если что, мы выбежим. Но у нас нет уже ускорения. И бутылок ускорения тоже нет. Так. Посмотрите, как. Бин. Треддин. Самар. Филсберт. И... Пайна. На дроу, кстати, тоже похоже. Это же... Ты умрешь здесь, любопытный. Я не для того строил этот заповедник, чтобы ты, походя, разрушил его. Испытай гнев арахнидов, божественных восьминогих. Какой кошмар. То, что в вашем отряде дроу, это еще большая дерзость. Неужели эта сука поддерживала убийство пауков? Неудивительно, что она открыто разгуливает по поверхности. Вы все умрете. Быть не может. Хватит. Есть, пауки мои. Новые жертвы ждут. Защитим наш дом. Ага. Рахнид. Это она действительно дроу. Она, видите, темный эльф. Но надо фаерболт сюда метать. И, судя по всему, иначе никак. Вот прямо вот куда-то сюда. Джош. Вот это, чтобы вырубить магов. Джохера, что можно сделать полезного? Путы, наверное. Путы бы помогли, да? Чтобы пауков сдержать хотя бы. Попробуй-ка стани сюда куда-то путы. И мы выбежим, скорее всего. Викония, можешь вырубить их? У тебя только удержание. Удержание давай сюда, на вот этих пауков. А здесь фаерболт летит. А ты стреляешь в эту подругу, чтобы она тут еще нет. Пауки все ускорены. Летит фаерболт. Большая часть пауков уничтожена. Угу. Мухи полетели. Удержание полетело. Пауки все испугались. Господи. Все испугались. Но, судя по всему, это победа. Вот. Потому что война при смерти. И пауки готовы. Как-то мы за один ход все разрулили. Я не знаю даже. Это был фаерболт. И были жуки. И все. Что тут такое? Статуэтка черного паука у нее. И труп какой-то тут лежит. Куча трупов. Да. Залезли мы. Засунули свой длинный нос куда не нужно. Черный паук. Эта фигурка черного паука уменьшается в вашей ладони. Когда произносится командное слово, фигурка оживает и превращается в полуразумного паука по имени Киттикс. Паук будет выполнять команды хозяина, пока действует заклинание. Если его не убьют, через 5 минут, живой или мертвый, паук снова превращается в фигурку. Через день фигурку снова можно использовать. Вызвать огромного паука на 5 минут один раз в день. Паук может совершить скачок во время боя. Может использовать способность ловчая сеть, выстреливая паутины по выбранному объекту. Если жертва провалит спасбросок, она останется связана в течение двух раундов. Атаки паука в ближнем бою ядовиты. Ага, это предмет в быстрый слот. Кому его выдать? Слушайте, давайте выдадим Коргану, потому что у него дистанционных атак мало. Угу. Пусть он ему будет. Но как-то быстро мы эту дрову разобрали, мне аж страшно. Мне аж страшно. Становится. И у нее тут какие-то... Поиск ловушек, во-первых, давай, не забывай об этом. Потому что здесь паучьи ловушки точно должны быть. Угу. Жахер тоже обновил себя. Вот таким вот образом. Угу. Траву я бросил, чтобы просто их сдержать. Но они были ускорены. Фаербол хорошо зашел. На самом деле. Сейчас мы должны залутать. И нам надо передохнуть, наверное. Потому что пауки это такое. Но тут нежить, наверное, точно должна быть. И чтобы Викония свои заклинания все обновила. Стан Жахдост, говорит с французским акцентом. Это Викония. Джош ищет ловушки. И ничего не находят. Только здесь что-то есть. Угу. Здесь заклинание и какой-то... Какой-то камень. Эти все заклинания. А это что такое? Призыв пауков. Четвертый уровень. На, я сразу учишь. Сразу учишь. Отлично. И на четвертом уровне его сразу берешь. Потому что у тебя тут... Мы вот это вообще не используем. Призыв пауков пусть у тебя будет. А камни кожи пусть тоже будет. Угу. А что здесь еще? Какая-то штука невероятная. А ну-ка опознай его мне, пожалуйста. На, я. Заклинания нету. Свиток тратить. Камень Иун. А давайте потратим. Бледно-зеленый камень Иун. На смертном ложе престарелый герой Ригар. Чистокровный спросил своего товарища. Мага Спектариала. Выполнить его последнее желание. Чтобы его воинский опыт и стойкость остались жить. Вдруг неохотно согласился. И переместил эти качества в артефакт. Зная, что душа воина будет не хватать. Хватать их по смерти. Сейчас они наполняют этот бледно-зеленый камень Иун. Даруя владельцу мастерство и здравие чистокровного. Плюс 10 кгп и плюс 1 ктахо. Добавки класса защиты нет. И не будет защищать от... Не будет защищать от критических уронов. Я не знаю. Дать это все Яшима. Угу. Наверное дать это все-таки Яшима. Плюс будет у него плюс 1 ктахо. Больше хп будет более танкующим таким парнем. Да, Яшима. Кстати, Яшима, совсем забыл, что ты же можешь еще ловушенские свои поставить. Невероятный. Здесь больше ничего нету. Выходим. Выходим. Никого не пробили? Немного пробили Яшима и Коргана. Эти паучки мелкие. Угу. Поиск ловушек работает. Еще у Джахиры работает. Отлично. Продвигаемся. Нам, судя по всему, вниз. Низ подписан. К южным подземельям. Надпись. Угу. Здесь очевидно, что это еще не все. Так что надо тут все сначала зачистить. И музыка очень мрачная. Очень страшно. А ну-ка давайте аккуратненько. Корган попрошу не отставать. Еще куча пауков. Ну, я думаю, мы их и так разберем. Угу. Они-то атакуют наших персонажей ближнего боя. Ты Корган сюда. Ты Джахиры сюда. Что можешь сделать? Попробуй удержать, наверное, мелких. Угу. Вот так. А лучники стреляют. Джоша пробивают. Бутылки у нас есть. Удержание не работает. Ну, что ты можешь... Что ты сделаешь? Стреляй. Стреляй по ним. Яшима должен их очень хорошо сейчас стрелять. По ним. Войны сражаются. Маги... Можно маги еще не экономить. Можно еще дать туда сон. Или, например, вот эту кислотную стрелу. Вот так. Чик этого вырубила. Джахиры сюда. Джош сюда. Корган берешь на себя вот этого. Теперь все берут вот этого. Угу. Пауков разбираем отлично просто. Просто отлично разбираем пауков. Но за них и опыта дают поменьше. Поменьше. Так. Что здесь у нас? Здесь какой-то проход. Угу. Смотрите. Это на самом деле огромный кокон. Этот купол, похоже, органический. Он испускает сухой, с оттенком плесени, запах. Очень неприятно. На самом деле. Мы по нему ходим, чтобы мы не упали тут. Хожу по полметра, чтобы не нарваться на ловушку. Или не нарваться на... Эээ... Противников каких-то. Куча пауков опять. Атакует нас. Но ничего страшного. Мы сейчас их опять-таки заберем. Заберем. Тратить заклинания? Да я думаю, давай трать до конца. Еще огненная стрела давай вот в этого паука. Чик. Полетела огненная стрела. Джоша пробили. Командира пробили. Командир. Ничего страшного. Сейчас себя обилкой захилит. Вот так. Чик. И все. И дальше продолжают регенить. Атакуем вот этого паука-мечника. Вот этот опасный. Ишима, можно поэкономить стрелы на самом деле? Ммм. Молодой человек. Как ты думаешь? Я думаю, да. Потому что я забыл их закупить. Вот стреляй обычными и будешь стрелять плюс один стрелами. Так. Кто-то уровень получает. Этот Джош получает уровень. И маленький паучок остается. Отлично. Перестроится. Бафы у нас все спали. Сохранится. Угу. Нормально. Давай уровень повышать. Это, судя по всему, уровень воина, наконец-то. Да? 25 тысяч. Получаем. Получаем боевой навык. И куда его вложить? Вот это вопрос теперь. Информацию по уровню. Сначала зачнем. Тахо 12. Количество атак 2. Знание легенд. Не-не-не. Итоги получения. Дополнительные оружейные навыки. Спас бросок против дыхания. И Тахо снижено на единицу. На тройку выбросил. Вот теперь вопрос. Молодой человек. Куда тебя вкачивать? Потому что если мы хотим в двуручное оружие тебя вкачивать, например, в посох, то тебе надо вот сюда 2 вложить звездочки. И, собственно, в сам посох. В два вида оружия нужно вложить 3 звезды, чтобы ты эффективно с ним работал посох. Это двуручное оружие. Кобьё двуручное. Палец одноручное. Кинжал. Кинжал у нас одноручный. Я даже не знаю. Это долго будет, парень, да? Я вот даже не знаю, что тебя вкладывать. Наверное, давай в Палицу. Или нет. В Палицу мы можем вложить 2 звезды. И тогда ты сможешь сражаться и Палицей хорошо, и с Кимитарами. Между ними переключаться. Или мы можем пойти в 2 вида оружия. Вложить сюда 3 звезды, например. Мы же будем все равно играть во всю трилогию, да? То есть у тебя еще будут уровни. И ты двумя с Кимитарами в будущем сможешь сражаться. Но у тебя ловкость плохая. И класс защиты слабенький, чтобы ты двумя мечами сражался. Вот это такой момент. Даже не знаю. Если мы пойдем в двуручное, то мы сюда должны 1, 2, 3, 4 вложить сюда. Или в копьё перейти. Угу. Но опять-таки класс защиты будет у тебя плохой. Я даже не знаю, Джош, что тебе брать. 2 вида оружия. Ну ты со щитом так хорошо справляешься. Трудный выбор. Трудный выбор. Или в Палицу все-таки. Но мы пока что никакой Палицы волшебной не нашли. Угу. А Палица у нас еще и может Джихейра сражаться. Давай в дуал тебя будем загонять. Хотя... Вот не знаю. Жалко, что их нельзя отложить. И потом... И потом перераспределить. Сюда... Сюда точно до конца игры это будет эффективно. Но оно и не будет эффективно, потому что ловкость слабенькая. Не знаю. Что брать. В двуручное точно нет. Потому что в двуручное очень долго можем не успеть. В дротике еще можно, чтобы ты металл. Но у тебя ловкость такая. Так себя. В копье можно перейти. В кинжал. Может в кинжалы перейти на самом деле. А давай Джош действительно в кинжалы может пойдем. Может какой-то тебе там невероятный кинжал найдем. Урон будет не сильно сильный. Но... И кинжалы обычно используются магами и ворами. Несмотря на малый размер это оружие бывает очень полезным. И многие воины тренируются с кинжалом на тот случай. Если более крупное оружие будет украдено или уничтожено. Угу. Пойдем нестандартно. Пойдем в кинжал. И щит огромный. Да. Вот это смешно конечно. Решил я, что мы пойдем в кинжалы. Хорошо. Джош получил воинский уровень. Меня интересует уровень веконии. Когда следующий получит. Ой-ой-ой. Еще достаточно много. Еще 4000 надо опыта взять. Продвигаемся вперед. Угу. Видим, что здесь этот кокон более чем огромный. Поиск ловушек продолжает работать. А мы продолжаем продвигаться. Здесь еще проход какой-то. Невероятный. Так. Здесь уже какие-то залы более страшные. Поиск ловушек работает. Угу. Здесь какие-то статуи. Хотелось бы сюда разведку послать. Слушайте. Кольцо невидимости наверное надо давать тому, кто может в разведку идти. Я не знаю. Но поиск ловушек идет. Работает. Мы всех уже животных своих повызывали. Всех. Яшима. Скрытность. Поиск ловушек. И вперед пошел. И выключаю. И выключаю. Ну тут точно будут ловушки. Но это как пидать. Впереди еще и дверь какая-то невероятная. Яшима. Яшима вот к ней подходит и говорит страшно, командир. Так. А тут мы все зачистили. Кажись все. Только вот тут кусочек остался. Давайте пройдем к этой двери. Здесь статуи эти выставлены. Ишима. Ее надо вскрывать. Естественно. Говорит Ишима. От этой двери веет огромная опасность. У замок имеет странную форму. Когда вы пытаетесь вскрыть его, у вас дрожат руки. Что сильно затрудняет дело. Угу. Огромная опасность. Может там лич какой-то. Мы не можем его открыть. Сюда по всему. Да. Мы не можем его открыть. Но огромная опасность. Это огромная опасность. Уйдем тогда отсюда. Хе-хе-хе-хе. Ой-ой-ой. Так. Здесь можно как-то пройти? Здесь нельзя пройти. Хорошо. Очень темно в этом подземелье. Почему-то не работает инфровидение. Ну. Здесь еще не так уж и темно. Не так уж и темно. Тем не менее. У нас есть еще два прохода. Два прохода. Прокорга напомним. Что нам вниз идти. Слуга природы ждет. И у слуги природы заканчивается уже. Кстати. И поиск ловушек. Так что. Дисполы есть. И защитная гармония давно не пользовалась. Здесь остался один охранный символ. А здесь. Все. Яшима. Настало твое время. Полностью. И все цело. Идешь в тени. И поиск ловушек вперед. Вперед. Только не стрельни ни в кого. Мы тебя сейчас чуть-чуть уплотнили. Сможешь действовать как нужно. Как нам нужно. Яшима заходит сюда. И тут какой-то выход. Возможно какой-то проход вниз. Яшима не находит ни одной ловушки. Яшима продолжает их искать. Яшима выходит из стеней. Тут что-то подписано. Выход на поверхность. Давайте выйдем и зайдем. Выйдем и зайдем. Или выйдем, отдохнем и зайдем. Как вам такой план? План неплохой на самом деле. Выходим на поверхность. Посмотрим где мы выйдем. Мы вышли вот здесь. Так. Мы вышли вот здесь. Мы вышли с другой стороны кладбища. Выход на поверхность. Выход из района. Выход из района. Хорошо. Хорошо. Отдыхать или нет? Здесь еще какой-то проход в гробницу, господи. Давайте зайдем и там все обследуем, а потом будем отдыхать. Пока что мы еще вполне себя в состоянии справиться, я думаю. Главное, чтобы тут новые пауки не наспавнились, вот это да. Гробница окружает жуткая тишина, но у вас такое чувство, будто за вами наблюдает. Лучше поостеречься. Ловушки и опасности сокрыты в этих гробницах. Каждый шаг может быть последним. Да, сохранимся трусливо. Ой. На самом деле, с одной стороны круто, с другой стороны действительно страшно, друзья. Потому что непонятно, что может выскочить. Непонятно, что может выскочить. Тут вижу сундук невероятный. Два шага вперед, и перед тем, как идти к сундуку, Йошима опять в тени, опять поиск ловушек и два шага вперед. Два шага вперед, Йошима говорит, перидор раздвигается. Вот это кольцо невидимости бы тебе, Йошима, пошло. Йошима нашел две ловушки. Сразу Йошима обезвредит первую уже. 85 очков опыта. Слабенькие ловушки, говорит Йошима. Ищи дальше. Ищи дальше. Коридор тут раздваивается. Йошима говорит, ничего не могу найти. Вскрыть. Получилось вскрыть. Здесь куча... Что это такое? Деревянный кол. Деревянный кол шо делает? Заостренный деревянный кол помечен священными символами Силуны. Легенда гласит, шо вампир, пронизенный, им навечно успокоится. Хотя для того, шо бы это сделать правильно, вероятно, нужно, шо бы вампир не двигался. Например, спал. Это шо бы вампиров уничтожать. Шо за заклинание? Луч слабости. Второе, это не такое себе. Передавай Налии. Налия их... А это малое заклинание поглощения. Третьего уровня. Да не. Обойдемся пока, что Налия. Просто в коробку спрячь. Есть еще свитки, жезлов куча. И ключи трудового имения. Сохранили прогресс. Йошима, что тут еще было? Стрелы возьми себя. Потому что, да, у тебя заканчиваются. Пока что экономим. По паукам, я думаю, расточительно стрелять. Стрелами плюс один. Ну, вот у Налии уже... Заканчиваются вообще стрелы. Йошима, в тени и поиск ловушек. Поиск ловушек. Через разведку играем. Если кол есть, значит, могут быть вампиры. Если есть вампиры, у Джоша, кажется, было. И у... Виконии я ставил. Ставил заклинание. Чтоб можно было с этим противоборствовать. Угу. Йошима находит еще ловушку. Шаг вперед. Вот, Йошима, аккуратненько действуешь. Даешь информацию нам всю. Тут сразу вскрой. Чик. Куча золота. Какие-то заклинания. Драгоценный камень. Мытательные ножи. А ну-ка, Йошима, что это такая защита от огня. Третьего уровня. Это магическая. 50%. 50%. Неплохо, Йошима. Неплохой улов. Улов. Опять в тени? Не получилось, Йошима. Что ж ты будешь делать? Давай, знаешь, что ты тут ловушку поставь на всякий случай свою. Ловушку установить не удалось. Потому что что-то я чувствую, что сейчас тебе придется убегать. Ловушку установить не удалось. Угу. А в это время, пока Йошима там пытается установить ловушки, тут Викония решила поговорить. Поговорить. Так что, Налия, спасла каких-нибудь бедных от их убогого положения в последнее время? Твоя забота о находящейся в беспросветной нужде, которой ты сама не знала, довольно очаровательно. Возможно, ваша изумительная целеустремленность нашла бы лучшее применение, если бы вы раздали похлебку бродягам и сокровища королевства каждому карманнику. Викония, это всего лишь вопрос равного распределения благ. Есть такие, чья жадность преступления против природы, и эта несправедливость нужно исправлять везде, где возможно. Твое стремление к равенству, оскорбление естественному отбору, говорит Викония. Бедные бедны, потому что им не хватает самолюбия и упорства достичь более высокого статуса. Твоя жалость и благотворительность лишь побуждает их оставаться в таком же состоянии, ничего не делает, чтобы улучшить свою долю. В какой-то мере Викония права, но и Налия в какой-то мере права. Мы вообще влазить не хотим, потому что мы должны какое-то равновесие соблюдать. Мои отношения, говорит Налия с бесправными, это мое личное дело, Викония. Пренебрегать нашими собратьями, нуждающимися в помощи, жестоко и высокомерно. И я просто не тот тип личности. Тебе понадобится целый батальон прачек, чтобы отстирать свои розовые сопли, дитя. Ты, оказывается, слишком неубедительна. Викония хамит Налии. Чтоб вы не подрались тут, девчата, пока Ешима занят. Ешима, ты установил ловушку невероятную? Нет. Ты еще и себя поранил. Ешима, давай в тени и в эту комнату зайди, посмотри, что тут у нас происходит. Сработала ловушка про Ешима. Пей бутылку сразу. Проводил поиск ловушек, ищи ее. Опять Ешима, потому что тут опасно. Что тебя пробивает? Твоя же ловушка? Не могу понять. Да, Ешима пробивает что-то. Ешима, иди вперед. К нам, чтоб тебя не убили тут. Твоя же ловушка. Ешима говорит, командир, не могу справиться с задачей, очень там страшно. И не хватает мне, не хватает мне сосредоточенности, чтобы установить ловушки. Давай, Джохера тебя захилит. И наставит на путь истинный. Джохера тебя тоже подхилит. Может, на тебя какую-то защиту закинуть. Кстати, Ешима, давай передай, пожалуйста, драгоценный камень сюда. И вот этот свиток давай сюда налей в сумку для свитков. Драгоценный камень мы тоже спрячем. Так, эту штуку можно где-то засунуть? Нельзя. Надо обязательно купить еще бутылку для этих, бутылку для, коробку для бутылок. Викония. Устан, Джохер, дождь по-французски говорит. Угу. А Джохера что еще может сделать? Исцеление у нее еще есть. И большой хил. Большой хил, давай-ка ты прибереги. На самом деле диспл. Защиту от огня. Чит и не на Ешима. А Джохер еще раз подхилит Ешима. Угу. А что у нас еще есть из таких бафающих? Ну, можно вонючую тучу кидать на самом деле. Ешима захилен под защитой от огня. Пошел обратно в разведку. Собраться молодой человек, говорит ему командир. Ешима собрался. И видите, действительно, получается у него, получается у него уже спрятаться в тенях. И аккуратно зайти сюда. Посмотреть, что тут нас ждет. Тут у нас подъем какой-то с переворотом. И Ешима говорит, что все чисто. Тут очередной выход, судя по всему. Да, Ешима? Да, выход на поверхность. Ешима говорит, зря беспокоились. Ну, тогда партия продвигается к Ешима. Угу. Продвигаемся к Ешима и это. И сейчас осмотрим вот эту бочку, выйдем на поверхность, чтобы сразу же пути отступления приготовить. Потому что я боюсь, что без этого склепа Коргана не пришлось убегать. Ешима, поиск ловушек. Тут на ступенях нету никаких? Ешима говорит, что ничего нету, что все окей. Ешима, залазь тогда сюда. Одна золотая монета. Ничего не вылезет теперь за то, что мы ее взяли. Ешима говорит, не. Идем наверх и посмотрим, что там наверху. Куда мы выйдем? В какой отсек кладбища? В какой отсек кладбище? Так, мы вышли. Господи, вот здесь мы вышли. Открыть эти двери. Джихера говорит, хотелось бы, чтобы эти шрамы зажили. Впереди целая жизнь, но я не хочу бредить старые раны. Они дают характер, в конце концов, Джихера. Они определяют, где мы находимся. Да, конечно, но я говорю об эмоциональных шрамах. Возможно, я тоже. Понятно, они все сливаются в один за долгое время. Я думаю, и то, и другое излечится со временем при благоприятных обстоятельствах. Я думаю, что мы оба будем в порядке. Надеюсь, Викония не будет сейчас комментировать. Но Викония сдержалась, слава богу. Что тут написано? Это перемен пирамидальное строение довольно величественное, но также выглядит достаточно заброшенным. Уже глубокая ночь, друзья. Сейчас ночи. Может нам отдохнуть под эту умиротворяющую музыку на кладбище? Как вы думаете? И перейти уже в следующей серии туда. Вернуться. Давайте действительно заночуем на кладбище. Оп. Разложили палаточку. Костерок тут небольшой. И это. Просто хочу, чтобы Викония себе все свои клирические заклинания возобновила. Отдыхали 16 часов. В процессе там читаются... В процессе читаются целительные заклинания. Ну шо? Днем получше выглядит все на самом деле. Но местность еще не зачищена. Мы еще здесь не были. Нам нужно туда возвращаться на самом деле. Потому что квест Коргана еще не выполнен. Квест Коргана еще не выполнен. Так. Но зато теперь у нас есть полный поиск ловушек у всех. Мы его еще раз кастуем. И у всех есть полный набор заклинаний. Угу. В Виконии невидимость. Эту невидимость я бы передал на самом деле Налии. У Налии есть место под кольцо. Давай как-то так. Вот так. Налия. Будешь действительно с невидимостью. Это я хотел сделать. Шо еще? Здесь плюс один. Кольцо здесь щит. Тебе какой-то плюс один надо взять щит. Или там был, который отражает снаряды. Вот это хороший. Амулет щита тебе абсолютно не нужен. Кому он нужен? Я даже не знаю. Может Яшима вон зайдет. Класс защиты ноль. Сейчас Яшима посмотрим. Шо это у тебя тут такое? Гольцо влияния на людей? Это Джош. Нет. Яшима. Используй-ка этот амулет щита. Посмотрим сколько у тебя увеличится доспех. Ноль все равно. Но мы тебе выдали вот этот камень Йоун. Ты встал поплотнее. Ты теперь сможешь тоже танковать. В какой-то мере. А мы идем обратно. Выходим на южный склеп. Куда нас собственно ведет дорога приключений. И задание по поиску книги козы. Проклятую дроу. Извини Викония. Не к тебе относятся. Проклятую дроу, которая игралась с пауками уничтожили. Статуэтку паука, кстати, получили. Попрошу об этом не забывать. Чтобы ее использовать раз в день. Предметы раз в день надо использовать. Но сюда, друзья, наверное, будем заходить в следующей серии. Потому что очень уж страшно. Очень уж страшно. Во. Продолжим ограбить гробницы. И наверху на кладбище осталось еще очень много этого. Тут выход на поверхность. А вот тут пройти не представляется возможным. Возможно, это будет потом. Как-то здесь выход. Здесь тоже выход был. Его надо, наверное, подписать. Здесь еще один. Энтер. Энтеринг. Давай его каким-то вот таким красным сделаем. Здесь выход нам подписан. А здесь ничего нету. И вот этот кокон большой. Все. А вот эти двери очень зловещие. Будем разбираться с этим уже в следующей серии. Отряд готов. Наверное, бафнемся. Слегонца. И будем заходить. Будем заходить в гробницу. Как она тут подписана? Южные подземелья. Хе-хе. Вот так как-то. Все, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok